Добрый день господа в эфире телеполиклиника на канале НТВ Америка это то место в котором мы обсуждаем проблемы медицины 21 века сегодняшняя программа как раз как нельзя кстати соответствует нашему направлению потому что мы будем сегодня обсуждать знакомить вас с новыми революционными линзами для глаз конечно под названием его и вио и у нас два эксперта во первых это владелец клиники офисов которым мы находимся сейчас мы находимся в манхэттенском офисе института микро хирургии глаз доктора леонарда блэ и вот собственно говоря собственной персоной леонард блэ сегодня здесь добрый день добрый день олежек добрый день телезрители приятно мне здесь быть и очаровательная дама доктор елена гейлер доктор гейлер офтальмолог и специалист по пластической хирургии век то бишь то что мы называем акулопластика и блефаропластика занимается тоже именно она линзы его что это такое поздравляю вас но в лице доктора блэ и доктора гейлер поздравляю в их лице всю индустрию офтальмологии что такое линзы его зачем они нужны для кого зачем вообще создали очень хороший вопрос до появления этих линз мы могли лечить определенные степени рефракционных проблем такие как близорукость дальнозоркость то есть существует лысик смайл все операции которые делает доктор блэй но когда например близорукость очень высокой степени минус 10 то лысик уже не вариант для этого человека потому что это слишком сильно изменит форму роговицы и вызовет другие проблемы в то же время если человеку еще не время удалять катаракту то какие у него остаются варианты носить контактные линзы или очень толстые очки с появлением этой линзы появилось разрешение этой задачи линза может лечить близорукость степени и даже 20 диоптеров а также удалять астигматизм до пяти шести диоптеров это очень высокая степень астигматизма эта линзочка вставляется в переднюю камеру глаза то есть она сидит перед хрусталиком перед хрусталиком именно правильно говорить олег и линзочка это революционная новая в том что она не увеличивает формирование катаракты самой в глазу человека и никак не нарушает вращение жидкости в передней камере глаза это специфика формы самой линзы и хочу чтоб доктор блэй рассказал о ней больше да в автомологии у нас очень большая большое преимущество есть у нас очень-очень много новшеств разных почти каждые три-четыре месяца можем говорить о чем-то революционном и новым ведь у них поколение в науке меняется каждые три-четыре месяца да к сожалению у нас и и расходы на новое оборудование тоже меняются каждые три-четыре месяца и это как регулярно какие-то апдейт какие-то новые выходят причем сейчас это так быстро прогрессирует что невозможно угнаться часто за за этим мы поэтому наш новый центр все это который мы собрали все под одной крышей нам намного легче все это сконцентрировать в одном месте и давать эту новую технологию нашим пациентам так это очень все уникально и я хочу об этом поговорить потому что это действительно новшество большое эти линзочки были в разных других вариантов пробу пробовались да да этой линзы и где-то даже десять лет назад они вышли но они не были такого качества и такие успешные такие такие мало вызывающие мало осложнений как это сейчас поэтому люди особенно которые имели близорукость или больше десяти а у меня были пациенты и и минус 10 и минус 15 и 20 25 до минус 30 не имели больших как доктор геллер упомянула никаких options и возможности это справиться кроме контактных линз и очков не было сейчас это все реально это дело причем нашем центре так как у нас четыре операционных прямо рядом с нами с офисом мы можем человеку это делать прямо рядом с нами у нас операционная возможность поставить эти хрусталики внутрь глаза очень очень легкие и удобные для пациента сама процедура занимает пять минут основные диагнозы еще раз это близорукость дальнозоркость наверняка астигматизм что еще и ну все это близорукость дальнозоркость и астигматизм это все самое интересное что это если мы это делаем для молодых людей если мы например человек очень сильно близорукий то мы часто там минус 30 мы это часто делали заменой хрусталика мы убирали эту близорукость гибкость хрусталика терялась и молодые люди должны были носить очки для чтения это сейчас с этой новой линзы это не нужно потому что натуральный хрусталик который здоровый у молодого человека мы его не трогаем это это линзочка идет перед этим хрусталиком и у человека ум у пациента аккомодация и гибкость хрусталика остается и функционирует таким же самым образом поэтому минус 30 минус 20 огромная близорукость и астигматизм убирается а гибкость хрусталика натурального остается и функция чтения не меняется человек видит и далеко и близко так как он это должен делать в молодом возрасте еще одно преимущество этой линзы что это в принципе как мы говорим на у нас в автомологии есть такой термин ривер с белой что это означает это мы можем эту линзочку убрать если что-то не подходит и человеку не нравится так как мы ее поставили она очень легко убирается из глаз и это в принципе вещь перманентная она может остаться в одном месте 10 20 30 лет 40 лет дофа до того как у человека будет катаракта пожилого возрасте телепариклиника на канале этого америка и мы сегодня говорим с докторами блэем и геллер о новой революционной линзе его интернет наш друг проверьте второе мнение за ним все не нужно ходить в другой офис записан прием второе мнение это интернет почитаете почти шутка потому что доктор блэй он очень любит людей которые подготовленными приходят к нему в офис этот народ знает все но я всем первый раз узнал о том что есть новая линза его что из себя представляет сама процедура операция как долго найдет и что происходит потом процедура очень быстро 5 минут 5-7 минут никаких уколов под глаз не нужно все делается под просто капли анестезирует поверхность глаза и эта линзочка вставляется через малюсенькое микроскопическое отверстие вставляется очень довольно нетравматично прямо перед вашим перед хрусталиком ну что почему это настолько уникальная вещь и я я очень много процедур разных своей карьере сделал рефракционных и катаракт меня вещи такие уникальные очень радует потому что это увеличивает потенциал того что я могу предложить моим пациентам если люди которые ко мне приходили с минус десятью или плюс пятью шестью с большими экстремальными диоптриями выбора было мало я им не мог помочь сейчас эта возможность существует она реальная и она безопасная и это очень интересно почему появилась такая возможность потому что технология увеличивается к и шагает так быстро это же индивидуальный хрусталик они они не только по диоптриям замеряются они должны быть определенного размера для которой подходит для глаза и этих размеров очень много значит должна была появиться технология которая должна замерить внутренние размеры глаза очень точно до доли миллиметра то есть представляете себе разные структуры внутри глаза должны быть еще замерены и сейчас это есть такая технология которая позволила выработать такую такую такой хрусталик и технология чтобы его произвести до такой точности доктора у меня вопрос к вам этот хрусталик возможно ли использование его у пациентов с кератоконусом да и это еще одно спасибо доктор доктор гелар что вы это упомянули потому что я по это забыл это не только возможно у людей это у всех людей которых проблемы какие-то с роговицей лэсик и смайл делается на роговице как доктор гелар уже упомянула в начале этого нашего сегмента смайл и лэсик они изменяют форму роговицы если какие-то проблемы с роговицей кротоконус это одна из этих проблем кератоконуса когда роговица слабая она начинает растягиваться и мы не можем делать лэсик таких случаях мы не можем делать смайл потому что мы усугубляем это все тогда вот этот хрусталик именно подходит даже не нужным и минус 10 иметь если например у человека минус 5 минус 6 но у них какие-то проблемы с роговицы как кератоконус например то мы лэсик не можем предложить а этот хрусталик мы очень можем предложить и не только предложить это и единственное что будет работать и спасибо большое что вы огромная проблема кератоконус то есть у людей действительно нету возможности получить хорошее качество зрения теперь они могут я еще и это нас приведет еще бы я сейчас подумал о других о другом сегменте наших пациентов которые кстати у русскоговорящего населения это самое больше чем у других потому что когда-то в россии была популярна очень процедура называется она рейдил керататами как делались вручную делал федоров он он это первый начал делать и он потом по всей европе ездил на своем корабле и делал это эти процедуры везде делались надрезание на роговицы очень много и роговицы меняла форму и это работало в большинстве случаев но многие во многих случаев особенно с возрастом это потом начинала приносить разные другие проблемы такие как изменение формы роговицы и люди потом с минуса переходили на плюс и они приходят все к нам потому что они в основном русскоговорящий так как это больше всего в россии было сделано именно вот этот новый хрусталик подходит для них потому что мы не хотим эту роговицу больше трогать а для этих людей подойдет этот новый хрусталик мы на канале нтв америка меня зовут олег фриш я ваш теле доктор на ближайшие 20 минут уже осталось конечно не 20 минут свидания со мной и с нашими гостями у нас доктор блэй и доктор гиллер и мы говорим о новой революционной линзе его его против пи аркей и против лейсика вроде бы уже ставших традиционными лазерных процедур опять же это разные процедуры потому что пи аркей и лейсик делаются на самой роговицы изменяют форму роговицы как доктор блэй сказал во многих случаях это не хорошая идея потому что у людей какие-то предрасположенности к растяжке роговицы как тазу роговицы тогда такую линзу можно попробовать поскольку она внутри глазика она никак не изменит роговицу и я думаю что также люди у которых например очень сильная сухость глаз которую мы не можем подлечить стандартными методами они тоже не не хорошие кандидаты на лейсик что это может усугубиться тогда опять же можно подумать о том чтобы поставить такую линзочку а ну и еще вот то что доктор сказал что это операция а вы ворс был мы можем линза убрать лейсик пи аркей тоже убрать нельзя можно подправить и если не не дай бог это нужно то доктор блэй это может конечно сделать но эту линзу можно просто убрать как будто ее там и не было то есть в этом большие вот точки различия самое для меня важное что у нас расширяется арсенал у нас просто расширился арсенал того что мы можем безопасно предложить нашим пациентам эффективно и безопасно арсенал расширился и самое главное прийти на консультацию мы делаем все замерения мы предложим ту процедуру которая подходит пациенту это может быть лейсик это может быть смайл это может быть этот новый хрусталик его by the way в нашем городе нью-йорке и пригородах нет ни одной практики которая делает и смайл и лейсик контуру и его под одной крышей можно можно попытаться найти но этого не произойдет одна из причин на самом деле очень откровенно скажу почему я мне так повезло что я работаю с доктором play это человек который действительно следит за каждой каждой новой процедур но по английски умею сразу же становится передовиком и пионером по русски не очень хорошо спасибо спасибо доктор гейда по русски не очень хорошо читаем но тоже хорошо читаем но не так но по английски умею пока риски как после каждой процедурной вникает какие-то риски правильно будет глупо отрицать более новая процедура я зашла на fd и пруд как говорится она уже принято это я читал я подготовился к разговору с нашими гостями все проверили ничего не предлагаю что не идею ну конечно это не имеет смысла редко в редких случаях мы должны что-то делать если ты например у меня было был случай я не буду не могу говорить имена ко мне пришли привели родители пациента которому нужна была процедура и он по возрасту не подходил но им для его карьеры необходимо было снять очки и контактные линзы я не да не упоминаю даже какая карьера это был и меня умоляли чтобы я ее сделал потому что иначе прерывается его карьера и таких случаях мы мы должны это сделать и все прошло успешно и мы я надеюсь что этого мы человека увидим на большом поле деятельности в скорых вот интересно на какой срок хватает действия операции как мы уже упомянули а хрусталик остается в глазу если все в порядке до того момента как у человека развивается катаракта что хорошо с этим хрусталиком мы думаем что он не ускоряет прогресс прогрессирование катаракты но в какой-то момент с возрастом как катаракта все равно случится и тогда когда человек пойдет на операцию катаракты прямо перед тем как удалять сам хрусталик замутневшийся можно вынуть этот маленький хрусталик и дальше вставить правильную линзу но это хрусталик остается там до развития катаракта это очень долгом десятилетие двадцать тридцать сорок лет в зависимости каком возрасте мы это делаем и в каком возрасте развивается катаракт все что больше десяти лет мы не планирую не знаешь олег вы планируете на лет на 30 до вперед я планирую всегда да мы так мы как-то мы как-то на 10 лет до 10 лет доктор вы на 10 лет уверены данных расписано действия надеюсь я даже на год не могу планировать 10 лет у нас осталось ровно одна минута и разговор о новой революционной линзе его был бы неполным без самого главного вопроса покрывается ли эта процедура страховками или нужно много и хорошо поработать чтобы заплатить за эту новую процедуру сожалению эта процедура не покрывается страховками потому так же как лейсик не покрывается также как смайл не покрывается это считается косметик косметика это считается нежеланием носить толстые очки это считается нежеланием зависит очков и контактных линз и это это никогда не покрывалась к сожалению не покрываться но но эффективность этой процедуры и степень до которой эта процедура меняет жизнь людям невероятная еще ни одного человека не видел которого близорукость минус 15 10 20 25 которому я это что-то так поправил зрение который не кланялся и забывал о деньгах через через 30 секунд знаете недавно у меня был пациент который записывался на операцию катаракта и у него не было страховки и он планировал расплачиваться сам по себе и работал с нашим хирургическим координатором и я волновалась за него что может быть это ему тяжело финансово дорого он сказал я гораздо больше и деньги трачу на машину не сравните говорит как можно сравнить изменения в моей жизни когда я буду видеть прекрасно и без очков или что-то другое и я подумала что на самом деле он прав то есть это вложение в свою жизнь эта цена в принципе в сравнении с другими вещами копеечная по сравнению с тем что люди тратят на неважные вещи ну что же на этой оптимистической ноте нужно только пожелать тем кому предписана процедура по замене хрусталика его обратиться по телефону которую вы видели в течение всей программы нас на экранах доктор блэй доктор геллер спасибо огромное за участие в программе спасибо огромное олег олег спасибо большое телезрители спасибо вам за ваше внимание это была телепариклиника на канале это в америка мы с вами встречаемся ровно через неделю хорошего вечера пока